Да, безусловно, выравнивается и культурная среда унифицируется, основная коммуникация ведется на государственном русском языке. И тем не менее, национальная приобретает новые модусы, новые характеристики. И без этого совершенно невозможно понять, где какие-то аспекты национального проявляются, а где они, наоборот, сглаживаются. И это тоже очень важная проблема, которую изучают современные этнографы, этнологи, антропологи. Изучение тех проявлений этнического, которые в городской среде. Почему, например, сохраняются землячества, почему сохраняются диаспоры, почему не унифицируются в многонациональных городах абсолютно, не появляется, знаете, казалось бы, homo urbicus, городской человек, который без национальности все равно. Какие-то связи, какие-то внутренние ощущения близости заставляют людей сближаться по национальному признаку, находить друг друга. Это как бы формализует поведение людей. То есть определенные группы национальные ведут себя определенным образом, и по-другому ведут себя другие народы в каких-то обстоятельствах. Да, если исходить из концепции стереотипов, этнических стереотипов поведения, то да, как у каждого... Ну и государственная политика, очевидно, должна это учитывать. Безусловно. Государственная политика, которая совершенно необходимо должна опираться на понимание того, какие этнические стереотипы есть, а для того, чтобы это понимать, необходимо это исследовать и проводить как пылевые, так и аналитические исследования в области этнографии и антропологии. Спасибо большое. Вам спасибо.